МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем, кто уже потренировался или только собирается в эфире первого крымского программа «Мой спорт» с вами я и ее ведущий Валерия Назирян. Прошлая неделя получилась по-спортивному насыщенная, так что скучать в течение следующих 26 минут вам точно не придется. Итак, сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверняка у каждого из них была своя альтернатива такому проведению выходного дня. Но они сменили деловую одежду на спортивные костюмы, чтобы доказать, при желании со спорта может подружиться каждый. Вообще здесь мало что напоминало привычные будни политиков. Переговоры важны, но только до стартового свистка. А умение договариваться уступило место стремлению быть первым. Если человек работает над собой, он профессиональные обязательства свои будет делать непосредственно на своей работе с другим эквивалентом отдачи. Вместе с привычными фаворитами, вроде коллективов крымского правительства, парламента и Симферопольской городадминистрации, за победу боролись и дебютанты таких мероприятий. В этом году свои команды впервые выставили Судак и Черноморский район. Команды сыгранные, слаженные, молодцы, Судак будет показывать достойный результат. На деле же основная борьба, особенно на футбольном поле, развернулась между традиционными соперниками, сборными Совмина и Госсовета. Они ровно прошли всю турнирную дистанцию и в решающем поединке на пару выдали триллер, которому многие профессионалы позавидуют. Основное время закончилось со счетом 1-1, а в серии послематчевых пенальти удачливы оказались сотрудники Совмина. Парламентарии взяли свое в большинстве других видов. Так, к примеру, в жиме штанги лежа свои силовые таланты продемонстрировал Ефим Фикс. Железом он увлекся в 67 лет и быстро прошел путь от простого любителя до кандидата в мастера спорта в своей возрастной группе. Штангу весом в 50 килограммов он поднял 30 раз. Этого вполне хватило для победы. Хороший пример того, что нужно заботиться о своем здоровье. А здоровье – это спортзал, здоровье – это три раза в неделю, это штанга, другие виды. Руководствуясь этим принципом, участниками Дня здоровья стали и те сотрудники органов власти, которые, выражаясь спортивным языком, не прошли в основной состав своих ведомств. Они могли сдать нормы ГТО. На специально организованной площадке стадиона «Локомотив» выстраивались очереди желающих. Здесь бюрократии не было и в помине. На все про все уходило по 10-15 минут. Сначала медицинский осмотр и замер давления, а затем уже сдача нормативов. Проверить свои силы, в принципе, наверное, посмотреть на что способен, с чего ожидать в будущем. Примером стал Владимир Константинов, спикер Госсовета, являющийся идейным вдохновителем и главным организатором Дней здоровья, в этом году успел почти все. Еще раз подтвердил свой золотой значок ГТО, поборолся в показательных выступлениях по дзюдо, поиграл в футбол и поболел за своих соревнованиях по плаванию, настольному теннису и самом эмоциональном виде – перетягивании каната. Заодно спикер парламента напомнил всем нерадивым чиновникам – на спортплощадку им лучше заглядывать регулярно, ведь скоро такие смотры физического уровня народных избранников станут обязательными. Что такое чиновник? Это служащий. Ты кому служишь? Государству. А что ты за служащий, который прошел три метра, у него дышка, или он 30% времени рабочего в больницах проводит. Поэтому это обязательная норма, я считаю, это очень важно. В итоговом зачете золотые медали и кубок получила команда Крымского парламента, набравшая 694 балла. Вторым стал коллектив администрации Симферополя – 678 баллов. А тройку замкнула сборная Совета Министров Республики Крым – 636 баллов. Над уникальным для Крыма изданием «Комсомольской правде» трудились несколько месяцев. Сопоставляли все данные, ведь нормативы во многих источниках разнились. Когда же все собрали воедино, ребром стал вопрос поиска средств. Есть и такие, кто отнеслись с недопониманием всего этого дела. Но ничего, время все расставит на свои места. Мы, с другой стороны, благодарны тем людям, которые, наоборот, переживают за здоровье нации, за здоровье крымчан, за их будущее. Потому что спорт – это и физическая культура, это на самом деле культура, это широкое понятие. Насколько важен комплекс ГТО, особенно в современных условиях, прекрасно понимает Владимир Табаков. В его коллекции множество значков ГТО, в том числе и самый первый. В 1931 году было отобрано четыре образца, четыре эскиза этого знака. Победил московский школьник и был принят знак вот такого образца, 1931 года. Эти знаки действовали особенно до войны, пользовались большой популярностью, скажем так, у народа. Потому что страна готовилась к войне, и именно физическая подготовка играла большую роль подготовки людей уже к войне. Сейчас уже другая война за здоровое поколение, и ее надо выигрывать, уверен главный олимпиадский полуострова Евгений Михайлов. По его мнению, нормы ГТО надо сделать обязательными, будь ты депутат или простой студент. Бежать дистанцию и подтягиваться на перекладине должны все, у кого нет физических противопоказаний. Тогда разговоры о здоровом поколении наконец-то перейдут в конкретику. Оно должно быть обязательным, потому что государство, если не будет думать о своем подрастающем поколении, о своих людях, оно будет все спускать на хочешь или не хочешь. А в этих вопросах надо делать все обязательно, и я это приветствую. Теперь осталось определиться с тем, где собственно нормы ГТО сдавать, ведь со специализированными площадками по-прежнему беда. Спортивные функционеры попросили запастись терпением. Процесс идет, однако за год-два сделать работу над ошибками многолетнего украинского прошлого не так-то просто. В этом году чемпионат мира побил все рекорды, по крайней мере в количественном плане. Порядка 200 сильнейших мастеров из разных уголков планеты приехали в Россию побороться за звание лучших. Но стоит отметить, что армлифтинг – это один из тех видов спорта, которым боятся уже крымчан. Стабильные успехи не обошлись стороной нашу спорную и в этот раз. Отстаивать честь региона отправились 9 спортсменов. В их активе 14 медалей. С учетом огромной конкуренции результат более чем приемлемый. Взять, к примеру, Вячеслава Горбунова. Даже лучшего показателя в карьере ему не хватило для золота. Продержал 24 секунды 78 суток. Это мой лучший результат. До этого я показывал свой лучший результат до 21 секунды на чемпионате Крыма. Удалось улучшить. Ну, это, наверное, сама обстановка чемпионата соперника. А вот у Андрея Шаркова все наоборот. В дисциплине «Аполлон-Аксель» он поднял 182,5 килограмма. Этого хватило для того, чтобы завоевать безоговорочное первое место. Примечательно, что для самого Шаркова это не предел. Поднимал и больше. Но 12 человек в супертяжелой категории слегка подкорректировали план. Это, можно сказать, просто одним словом, очень. Это ребята там и 130, и 150, и 160 килограмм. И все сильны, у всех за плечами. Не только занятие армлифтингом, и пауэрлифтингом. Там и Владимир Калиниченко, известный российский стронгмен. Второй среди супертяжеловесов – новый крымчанин. Карл Патрик Фокам, уже ставший любимцем наших болельщиков, подтвердил свой класс и в соревнованиях по армлифтингу. В «Аполлон Акселе» он поднял всего лишь на 2,5 килограмма меньше Андрея Шаркова. Такая внутренняя конкуренция в крымской сборной – хороший знак. Момент тоже был очень тяжелый, потому что соперник тоже достойный. Но дело в том, что, как всегда, бывает иногда, что либо ты, либо он. Крымчанином себя почувствовал уже? Ты знаешь, я не просто себя почувствовал, кричал, я себя почувствовал местным. Теперь армлифтеры берут паузу в континентальных турнирах, но часть из них просто сменят профиль, ведь в сентябре в Малайзии пройдет чемпионат мира по армспорту. А там все, как всегда, нет мест, кроме первого. Зачастую многие посетители тренажерных залов весной бегут за штангу и гантели с одной целью – набрать мышечную массу курортного сезона. Да побыстрее. Однако есть и те, кто занятия с отягощениями воспринимает, как панацею от многих бед со здоровьем. Сегодня мы постараемся разобраться, можно ли с помощью железа избавиться от хронических заболеваний и что для этого, собственно, необходимо. Поможет нам в этом наш почти постоянный эксперт Хвича Хасая. Хвича Хасая – мастер спорта международного класса по пайрулифтингу. Двукратный чемпион мира по армлифтингу Бронзовый призер чемпионата мира по армрестлингу Трехкратный чемпион Украины по армрестлингу Двукратный чемпион Украины по пауэрлифтингу Многократный чемпион различных международных соревнований ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Умеренные веса, потому что в зале часто бывает такой народ, у которых проблемы со спиной, с позвоночником, с коленей, плечи болят, локти болят. Каждому можно подобрать свое упражнение. Главное правильно подобрать, не гоняться за весами. Ну вот смотри, опять же, допустим, наверное, не соврусь и скажу, что одной из самых распространенных проблем у людей является проблема со спиной. Врачи им часто говорят, занятия с отягощениями ни в коем случае. Врачи, некоторые люди верят, некоторые все-таки пытаются что-то сделать. И не всегда правильно. Вот скажи, как с этим недугом, скажем так, бороться со всеми остеохондрозами, грыжами? Врачи всегда подстраховываются, потому что, мало ли, боль в спине может быть разная. Есть всякие урода протернизии, позвоночная, межпозвоночная грыжа. Мы же не знаем, какая причина. В первую очередь, надо проконсультироваться с врачом и знать причину. То есть, естественно, спину можно и надо закачивать. Ну вот смотри, допустим, к тебе пришел человек, да, говорит, вот меня мочит астахондроз, там еще какие-то болезни, спина тянет. Что ты ему советуешь? Ты же не выгоняешь его из зала, верно? Я не выгоняю, и не надо выгонять. Астахондроз, если так разобраться, это мелочь по сравнению с другими болезними ощущениями, которые может быть у человека. В первую очередь, надо постараться прокачать, создать для спины мышечный корсет, чтобы он держал позвоночник. Чем больше движения, тем лучше для позвоночника, лучше кровообращение, циркуляция крови. Естественно, за счет этого поступают к позвоночнику всякие микроэлементы. Если еще принимать в процессе всякие хондопротекторы, там, указами, там, андриотин, то еще лучше. Чем больше движения, ну, движение – это жизнь. Ну, и скажи, опять же, наверняка есть какое-то вот такое основное упражнение, да, которое ты всем новичкам в таком деле обязательно советуешь. С чего начнем, скажи. С гиперэстезией нужно начать. Этот тревожон, распространенный в каждом зале, он есть, называется гиперэстезией. И он очень полезен, если его правильно использовать. У людей, у которых проблемы со спиной, очень внимательно надо выполнять это упражнение под наблюдением опытных террористов, специалистов, его изначения. Я покажу, как его правильно выполнять. Главная наша задача – держать прямо спину. И что мы делаем? Стараться не подниматься выше уровня ног, иначе, когда мы прогибаемся, большая нагрузка на позвоночник – это чревато. Если, тем более, у человека там грижа или что-то остается, аккуратненько, никуда не торопя, без веса, спокойненько опускаемся. Не обязательно вниз уходить глубоко, чуть-чуть опускаемся. Медленно поднимаемся. Параллель задаем, да? Пока, по чуть-чуть. Если есть ощущение боли, можно просто, что надо сделать? Повисеть, статическое напряжение. Тоже мышца работой. Можно неделю, две недели, месяц поработать в таком состоянии. Потом мышца закрепиться, можно переходить плавным движением. Ну, сделаем по 10 раз. Вот так сделать. Может, подход, а может, если будет легко, два подхода. Постепенно переходить. А по сколько раз, скажи? По 10 раз. По 10 раз, скажи. Давай попробуем. Руки можно держать произвольно, да? Вистачу поднимаемся вот до этого уровня. Спину обязательно держать ровно. Ты знаешь, кстати, полную амплитуду, как это ни странно, делать легче, чем вот так вот намного. Так это более точечно получается. Какой положительный спинка? Прямая вот здесь, вот, на спине, это стабильзат. Держит спинку. Вот, когда она уже проработанная, хорошая уже в работе, в рабочем состоянии, она, естественно, держит позвоночник. И не дает лишний раз. Ты знаешь, хорошо, да? Ощущения сразу, знаешь, такие. Ну, а как ты подумаешь, это лучше, допустим, делать перед основной тренировкой? После или во время? Это разминочный процесс, это разминочный. Это вообще в спорте для, даже для обычного здорового человека, это разминочный. Самое главное, это хорошо размяться. Создать приток крови, любых суставов, потом уже можно переходить к эти грешения. В нашем случае мы говорим уже о травах, там, или проблемах. В следующем упражнении мы можем перейти, покажу, куда. Есть, естественно, лодочные тренажеры, в каждом зале, бывает, может, занято, свободно. Вот такое упражнение, где спина практически не работает, отличается. Что мы делаем? и имитируем тягу вертикального блока. Здесь удобно, ноги можно положить сюда, спину держим робота, да? Вот, все. Ага. И работаем на широчайшую лицу спины. Можно на такое упражнение. Даже в этом положении как бы позвоночник растягивается. Это наоборот полезно. Мы же не даем ему нагрузку. Вот, хорошее упражнение. Можно 15 раз делать спокойненько, не дергаясь. То есть, ты считаешь, что это все-таки лучше блокового упражнения, да? Нет, можно и на блок пойти. Ну, это, кажется, как будто твое ноу-хау. Ну, это может быть не распространенное, но держим ровненько и тянемся. Вот так вот или не совсем? Да, да, да. Что у нас работает? Вот, широчайши, густи спины, тоже, который, в свою очередь, помогает нашему позвоночнику. Гребкая, мощная спина, сильная спина. Это значит, что? Вот, и будет у нас болезнь позвоночника. Правильно? Хорошая штука. Хорошая. А сколько здесь подходов 3 км дуни же? 3 подхода, раз по 15. Здесь также можно сделать и обратный хватом. Если высоко, можно... А как лучше, скажи, или, в принципе, это просто... Разные группы мышц, но в ширину... То есть лучше в комплексе? Да, лучше, конечно, в комплексе. Вот это упражнение тоже идеальное для... Особенно, когда проблемы, мы... давление на всякие там нервы или что, где давит компрессия, она ослабляется, и болевые ощущения исчезают. Вещер, смотри, вот такой момент, допустим, вот вес, да? Ведь многие люди, он будет чувствовать, что вроде как ему легко идет. Сколько должно быть повторений, чтобы человек понял, что это его оптимальный вес? До 15 повторений. Вот 15 повторений мы делаем, но мы не делаем так, чтобы мы там последние там два-три... На последнем дыхании, да? Тяжело нам было. Мы же... Чтобы мы чистенько. Мы же не удивляем никого, висаем, мы ведем здоровый образ. Мы пришли поддержать здоровье. Правильно? Да. Вот сели. Можно чуть-то отклониться. И вот работаем к груди. Это упражнение распространяло. Вот работает чужа чаще грудь со спины. Вот раз 15. Сделали. Отдохнули чуть-чуть. А скажу, просто хват, насколько широкий должен быть? Здесь есть лодка. Ага, вот так вот, да? То есть шире лучше не надо, да? Ну, если там сильно высокий парень, то его, естественно, конечносты длинные, можно взять шире. Ну, в нашем случае подойдет. Можно голову чуть-то вниз, смотрим на планку, тянем на себя. До конца опускать или нет? До конца, до груди и на верхнюю. Вот здесь у нас спина, естественно, не грузится. Отклоняться сильно не надо. Смотрим на планку. То есть вверх лучше, да? Так же, естественно, мы можем обратно хватом сделать. Вот. Такое же упражнение. Только другие чуть-чуть. Ну, не сработает. Не отполняемся сильно, потому что, если не отполняться, у нас чуть-чуть прищемляется. Диски позвонимся, он может болеющимися. Вот. Так же работаем. Стараться крыльями, да? Да. Здесь, конечно, чуть включается предплячь, естественно, мы держим вес. Тайбицепс. Ну, и чуть-чуть бицепс. Ну, мы стараемся... И люди, бицепс всегда включаются. Нет, ну, он же мой должен работать. Может, поэтому вот такой. Вот. И работаем широчайшим. Растягиваем в этом положении и доводим сюда. Вот, поработаем вот так. Доставим. Ну, что ли? Ну, вот так вот, да? Дальше даже поднимать, чтобы... Что здесь растягиваем? Вот, раз. Это иногда, когда уже там профессиональные спортсеры, они с большими весами, то они делают с разбором. Но нам это не надо. Выделаем плавненько, аккуратненько. Вот, достаточно. Веча, смотри. Ну, мы посмотрели, да, по большому счету, три упражнения вот на спину, я так понимаю, не самые распространенные, да? Сколько их вообще и достаточно ли при правильном выполнении этих трех, чтобы, ну, человек избавился от определенного, скажем так, или неприятного ощущения? Ну, в данном случае три-четыре упражнения, я думаю, достаточно. С весами, естественно, мы минимальный вес берем, за весами мы не гоняемся, нет у нас задачи, там, какие-то рекорды побить. То есть, основу на качестве и на повторении делать, да? На качестве и на повторении. Если, через сколько нам это надо делать во времени, да? Да, вот, когда человек может почувствовать перевод результата? Ты знаешь, некоторые придут, будут все делать правильно первый раз, а потом мне что-то не пройдет, он подумает, да, руки опустят и пойдет. Торопиться никуда не надо. Я думаю, месяц-два это как бы у нас пройдет реабилитационный период такой. Ну, месяц-два торопиться не надо. Организм сам подскажет, что надо переходить уже к более тяжелым решениям. Либо травма вообще может пройти. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин тренажерный зал поможет избавиться даже от некоторых хронических заболеваний. Только есть один очень важный момент. Ваш тренер должен быть настоящим специалистом своего дела, а не новичков, коих нынче тоже немало. субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова будет интересно. Это была программа «Мой Спорт». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова